привет как закончить год но сделать что-нибудь простое то о чем вы давно просили а вы давно просили рассказать что у меня в рюкзаке и вот наконец рассказываю здесь внутри находятся вещи которыми я пользуюсь каждый день ну или практически каждый день здесь нет рекламы ни один производитель не занес чтобы я сказал вот это хорошо а это плохо естественно все эти вещи приоритетны для меня но это не означает что они самые лучшие и как всегда есть тайм-коды у ролика поэтому кто-то может посмотреть только интересующие его части начнем из самого рюкзака это фирма на мать и к официального магазина в россии нет а до недавнего времени их вообще не возили и многие из вас кто подписан на меня в инстаграме или твиттере знают что я большой фанат этой компании я всегда покупаю их новые продукты всегда спонсирую kickstarter чтобы мне раньше пришло и конкретно этот рюкзак из новой серии навигатор на 15 литров я ждал его практически год год назад была компания на кикстартере проспонсировал вот он только недавно приехал месяц не вхожу но и могу сказать что это для меня самый удобный рюкзак на земле почему здесь много карманов мы их по открываем ручка сверху ручка сбоку сзади есть ремень а значит можно повесить рюкзак на чемодан ну и самое главное он не промокаем и он хорошо выглядит и при этом не какой-нибудь зализанный в меру спортивный то что мне нужно стать сегодня мы кому-нибудь из вас еще на мать и кто и подарим так что следите есть серия еще вот такая штука называется sling на 6 литров маленькая не пользовался еще сейчас поеду отдыхать наконец-то но в твиттере у себя расскажу как она целом серия навигатор включает себя кучу всего разного если надумали брать на мать и кто уберите как раз из новой серии она прям сильно превосходит старую оригинальную допустим бэкбэк на 15 литров уже старый жизнью потрепанный но верой правда служил хороший рюкзак но с новым вообще никак не сравниться или например вот такой портфель ультра тонкий для ноутбука купил за сотку баксов но вот он неудобный такой не берите мне не понравилось еще толстый тоже не о чем есть у меня чемодан от на мать и причем все три штуки которые на кикстартере показывали все удобно сюда тащить не стал ну просто они большие хорошие рюкзаки один косяк ультра дорогие вот этот стоит 250 баксов а в россии будет стоить еще дороже больше 20 тысяч рублей так что здесь сами смотрите как варианты это второй мой рюкзак он тоже уже потрепанный называется попой ультра slim посмотреть насколько он тонкий сюда помещается 16-дюймовый макбук и стоит такой рюкзак от 3 до 5 тысяч в россии тоже официально не продается хотя врача с начали завозить с amazon и брал офигенная штука ну выглядит просто обычно но самое главное что он очень тонкий я таких тупо не встречал ну и для тех кто занимается фоточками наверное вы что-нибудь такое юзайте это прям прошлый век такой брать не надо сейчас есть компания пик дизайн которая делает подобные рюкзаки очень дорогие но они очень удобны это дэновский рюкзак он носит говорит что хороший ну что наконец-то давайте откроем сначала заднюю часть что же у меня здесь лежит здесь лежит конечно же макбук про 16 после обзора моя радость от него только увеличилась это для меня сейчас основная рабочая машина даже и mac pro продали все в офисе использую этот очень жду версию на apple silicon потому что intel уже прошлый век на самом деле но пока что самая мощная машина с собой таскать супер удобно кстати не использую внешние кейсы использую стандартный кожаный чехол потому что ну просто не хочется тяжелятину с собой таскать если вам подробности нужны у нас есть прекрасный обзор на этот макбук можете посмотреть и касаемо планшетов я с собой не ношу неоднократно высказывался не понимаю эту категорию устройств мне просто удобнее тупо все делать на ноутбуке либо галкс из это фолду открыл пожалуйста поспорил почитал последняя реклама в этом году хорошие ну что ребятки все уже успели оформить нашу карту который мы сделали совместно с тинькофф банк сейчас это лучшее предложение по условиям от банка с тарифом black да это тот же black только чуть лучше плюс наш дизайн при этом сегодня речь пойдет не про карту не каждый клиент тинькова знает что в экосистеме банка есть свой голосовой помощник я про олега он живет в мобильном приложении тиньков и находится в разделе чат микрофончик там видели иконку вот это он жмем привет олег здравствуйте на связи ассистент олег чем могу помочь в чем он шарит например олег поможет пополнить телефон купить билеты в кино забронировать ресторан посмотреть спецпредложения проконсультировать и на самом деле много чего еще а еще олег помогает устанавливать лимиты трат выбираем все категории либо какая-то одна на день или на неделю например и все олег вам будет присылать уведомление чтобы вы могли контролировать свои траты если остались в плюсе за день то олег будет готов вам пожать рук он так и скажет но если превысили свои расходы то будьте готовы получать сообщение в духе внимание финансовая полиция еще одна фишка аналитика трат и доходов сколько в этом месяце я потратил на транспорт с 1 декабря потратили на категорию транспорт и вот соответственно цифры сколько я потратил ассистент к тому же не только распознает голос но может задавать уточняющие вопросы в общем если у вас есть тиньков то обязательно попробуйте олега и узнайте например сколько вы потратили на доставку еды в этом месяце сколько я потратил денег на доставку еды в этом месяце с 1 декабря потратили сколько в общем оформляйте карту желательно нашу и пробуйте ссылка в описании что ж смотрим что у нас есть еще перемещаемся в переднюю часть вот тоже преимущество рюкзака вот так вот сильно открывается здесь у меня вуаля тоже штука от наматик возможно это на сессор я не выяснял но я ношу в нем наушники sony всякие проводки и так далее про наушники поговорим это мои рабочие уши wh1000 xm 3 не 4 версия никакого смысла обновляться я не увидел потому что третье меня полностью устраивает уже амбушюрки разносились приятно голове сидят долго держат в целом звук отличный монтируем в этих наушниках честно говоря никаких аналогов не вижу по сравнению с sony хорошие уши здесь в импровизированном на сессоре у меня также есть ssd вместо флешки если нужна быстрая флешка то это естественно м2 внешний корпус на тайп си пожалуйста через thunderbolt все очень быстро передается рекомендую берете прям любую фирму и кейса и ssd и живете счастливо а еще такое q9 nvme enclosure даже не знал но вернемся к наушникам sony это для работы либо самолет либо поезд в этом плане хорошо шумоподавление но если мне хочется послушать музыку у меня здесь имеется еще один кармашек это не тот а это топ и вот здесь у меня airpods pro и samsung galaxy batts life почему и те и другие пока вот выбрать не могу и одни уж хорошие и вторые и уж более нравятся самсунговские потому что никак не торчат из ушей у меня лично не сильно плотно держатся но уж прям вот отличный с айфоном тоже работают супер с android естественно а про airpods про так не скажешь потому что иногда косяки встречаются но по звуку по шумоподавлению вот эти тоже хороши поэтому используя либо одни либо другие как настроение так еще кое-что здесь осталось это обложка хендверс которая у меня с интеграции тиньков лежит начал пользоваться оказалось удобно и тут у меня права всякие карточки в зал денежек немного лежит и документы на машину хорошая обложка верхний карман тут я храню что я тут храню ключи а также ключ от машины вот на таком карабине карабин это дорогой 5000 рублей стоит от за бренд джеймс не даже не читается но просто вот я даже не помню как его купил в общем он нужен для того чтобы на джинсы его посадить и ключ от машины таскать карабин покупки если что не рекомендую совершенно бесполезная трата денег и не в качестве рекламы если боитесь можете перемотать такие штуки в россии возит в том числе карабин на мать по моему хендверс хотя не знаю еще что-то сегодня покажу у нас есть в магазине бэгэнд болит точка ру где я собственно все это по ну кроме на матика это на кикстартер заказываю хороший магазин ссылки оставлять не буду если интересно можете сами поискать что еще интересного осталось верхнем отделе внутри у меня лежит зарядник под могло здесь ничего интересного а вот здесь находятся две зарядки про одну из них и рассказывал компания energy 60 ватт действительно компактный зарядник power delivery но всего один тайп си стоит где-то 100 баксов и тут внезапно наш главный редактор с алиэкспресс заказал вот такие зарядники компания 3 и 60 или 360 даже не знаю в общем здесь тоже 65 ватт он чуть чуть побольше но при этом есть юсби а и 2 тайп си тоже очень быстро заряжает местный косяк собой нужно таскать переходник но в качестве замены всем зарядником куда-нибудь в путешествие просто идеально и забыл сказать стоит уже не 100 баксов а всего полторы две тысячи рублей дальше самая забавная часть фотоаппарат ну как без фотик ты жить достаем а это у нас nikon f601 пленочный фотоаппарат с объективом tamron тампон я купил в европе туда же ценник висит 75 евро фотку и пленочку на него очень доволен ну нравится мне но если посерьезки мы в редакции уважаем компанию sony контент пилим на камеры а 73 сейчас вышла а 7 с 3 очень дорогая пока что не купили но на данный момент действительно лучшее что есть на рынке за такую цену но объектив очень дорогие следующий карман который я всегда забываю закрывать это внешнего здесь находится тут у меня естественно power bank от компании interstep уже сильно грязный но ничего лучше пока не нашел есть ч зарядка есть тайп си на вход и выход что еще надо собственно но и главный атрибут 2020 года это конечно же защитная маска в моем случае маска от nine inch nails официально здесь написано если вы можете это прочитать то вы подошли слишком близко вот такая маска красота ну и собственно все тут по мелочи проводочки всякие остались пилочка для ногтей ножницы с собой всегда таскаю и наверное стоит поговорить еще про мобильные устройства у меня их два это iphone 12 pro max в качестве основного и samsung galaxy z fold в качестве читалки смотрелки в самолете в поезде честно скажу не смог привыкнуть как к основному потому что очень толстый но в целом экосистема вполне для заметок нужно но в целом устройство отличное для тех кто не привязан к iCloud сейчас такое самое навороченное решение среди android смартфонов вот такой незамысловатый набор я знаю что сейчас многие спросят а где поиграть чем есть там хотя бы карты но свеча у меня давно нет что не играю по дороге а книжечки почитать книжки читаю телефон совершенно спокойно через приложение литрес потому что уже много книг на покупал но в последнее время его очень сильно испоганили разработчики ну и куда без конкурса портфель на мать кому-нибудь из вас как обычно подписка комментарий все вот ничего больше не надо комент приятный как пишите только не надо писать приятный комент вот не надо итоги подведем в конце января у нас там еще должок тоже конкурс три станции еще что-то все сделаем красиво ну что это последнее видео на канале розетки в этом году с чем поздравляю вас и нас в особенности год был чрезвычайно сложный противный год получился для кого-то кстати он и неплохим оказался но мы его главное что пережили через несколько часов наступит уже 2021 год ура и мы с вами безусловно будем верить лучше потому что те кто верит лучше чаще всего счастливыми люди а счастливое состояние как бы влияет и на здоровье так что будьте здоровы будьте счастливы мы пожелаю какие-нибудь простые вещи не хочется ничего мудрить относитесь нормально к окружающим да и к людям в целом особенно разработчикам cyberpunk уважайте любой труд от официантов до дворников люди стараются люди работают ну и естественно отдельно хотелось бы поблагодарить врачей без вас мы бы не пережили этот сложный год а с вами пережили так что спасибо вам большое всех поздравляю с наступающим мы едем на заслуженный отдых и кстати в портфель я кое-что еще забыл у меня здесь вот такое есть так с новым годом так я же за рулем в общем поздравляю а